Я действительно хочу донести это до вас, и мне нужно аккуратно следовать этим курсам, потому что Господь наметил его сегодня для меня. Давайте обратимся к восьмой главе послания к римлянам. Римлянам 8. Почему мне нужно высвобождать веру? Что это меняет? Что значит верить? Вера же есть осуществление ожидаемого, или того, на что мы надеемся. Поэтому выбросите это сейчас же из своего лексикона. Скажите, да, брат Копланд, теперь вы связали себя словом. Ну, брат, мы просто надеемся и молимся. Так вы тоже никуда не движетесь. Потому что надежда без веры не имеет осуществления. Надежда находится в сфере мира мечтаний. Я не говорю о каких-то снах. Я говорю о том, что когда у вас есть эта мечта, и она пока еще не проявилась, она пока не имеет никакого осуществления, но это мечта вашей жизни. Я мельком увидел, каким должно быть это служение. И это моя мечта. Я просто мечтаю, слава Богу, о том дне, слава Богу, когда в моем теле больше никогда не возникнет никакой боли. Я просто мечтаю о том дне, когда я приду в банк, зайду в кабинет президента этого банка, положу ему на стол последнюю выплату за машину, широко улыбнусь и скажу, «Я больше сюда не вернусь!» Понимаете? Это мир мечтаний. Но когда вы впервые вступаете туда, это не имеет никакого осуществления. Без веры нет ничего, что могло бы перенести это из этого мира в материальную сферу. Ну, брат Копланд, я просто не представляю, как это работает. Что ж, позвольте мне у вас кое-что спросить. Я подведу вас к этому, так? Где у вас есть представление. Может ли страх вызвать боль? Может ли страх сделать кого-то больным? Может ли страх изменить ваш физический облик? Может ли он изменить ваше лицо? Может ли он преждевременно вас состарить? Может ли он повлиять на цвет ваших волос? Мы сейчас как раз находимся в этой части Соединенных Штатов. Я полагаю, что многие из вас в свое время... Кто из вас был на Ниагарском водопаде? Поднимите руки. Вы слышали эту историю о... Если вы там были, то я знаю, что вы ее слышали, потому что эта старая баржа по-прежнему висит там над водопадом. Кажется, что она сорвется вниз, но, по-моему, она висит там уже 50 лет. Но те люди, которые находились на ней, когда она зависла над водопадом, не знали, что она не сорвется вниз. Ее понесло к краю водопада, и они все были на этой барже. Эта вода устремляется вниз со скоростью 100 километров в час. Их несло к краю этого водопада, и они уже видели его. Что, 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 что? И вдруг баржа просто остановилась. И никто не хотел даже пошелохнуться. Что мы будем делать? Там попытались натянуть тросы, чтобы с помощью спасательной корзины снять с баржи этих людей. Но тросы запутались, и ничего не получилось. О, Боже. В результате они остались там на всю ночь. Вы можете представить? Я не хочу дышать. На всю ночь. Когда на следующее утро взошло солнце, один из этих людей был полностью седой. За одну ночь. Он так испугался. И страх, каким мы его знаем, первоначально был верой Адама. Именно поэтому он работает на том же уровне, что и вера. Вера приходит от слышания. Страх приходит от слышания. Вера есть осуществление. Страх есть осуществление. Прочитайте, что сказал Иов. Он сказал, «Произошло то, чего я боялся». Его страх подключил его к этому. Я говорю вам не только о том, что просто подключает вас к Богу или подключает вас к вещам Божьим, но как только вера высвобождена в вашем духе, она приносит осуществление из этого мира мечтаний в этот естественный материальный мир. Верою познаем, что Бог сотворил. Мы должны познавать, понимать этой верой. Но это не главное, о чем говорит данное местописание в послании к евреям. Оно говорит, что мы познаем, понимаем, что Бог сотворил все материальное, высвободив духовную силу веры. «О, я знаю, что я должен сделать! О, Господь, мне нужно больше веры!» Вы не молитесь о чем-то, что у вас уже есть. У вас уже есть исцеление, у вас уже есть радость, у вас уже есть веселье. Если вы рождены свыше, у вас это есть, поскольку все это прилагалось к рождению свыше. Это было в духе, в семени Слова Божьего, которое дало вашему Духу новое рождение. Мы были рождены свыше, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Нет духовных врожденных пороков. У вас есть столько же веры, сколько ее есть у Иисуса. У вас есть столько же надежды, сколько ее есть у Иисуса. У вас есть столько же праведности, сколько ее есть у Иисуса. Потому что Он тот, и Слово Божье, дало Ему рождение для Его тела и высвободило на эту землю Его дух. Вы меня слушаете? Мы получили не какое-то полусырое рождение свыше. Проблема была в недостатке знания, недостатке мудрости, недостатке понимания и в большом недостатке послушания по велению. Итак, Римлянам 8 глава. Давайте обратимся к 14 стиху. «Ибо все, Вадимы, духом любви...» Бог есть любовь, верно? «Ибо все, Вадимы, духом любви...» «Суть сыны любви». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Нет, вы выбрались из духа рабства и из того рабства, в котором вы были у страха. У вас есть власть над ним. До того, как вы родились свыше, ваш дух, который был отсоединен от Бога... Скажу вам, я просто оживился сегодня утром, когда Билл Уинстон сказал, «Вы отделяете растение от земли, и растение умирает». Вы отделяете рыбу от воды, и рыба умирает. Вы отделяете человека от Бога, и человек умирает. Этим все сказано, не так ли? Что ж, Иисус пришел, чтобы соединить обратно. И вот что вам нужно понять. Иисус был отделен от Бога и умер. Вы не можете умереть наполовину. Люди думают, «Ну, он умер физически, но брат Копланд, он не мог умереть духовно. Тогда он не был отделен от Бога. А в таком случае, его жертва не была жертвой, это было убийство, поскольку она не покрыла мой дух, и она не покрыла мой душу». «Что есть дух, это дух, что есть плоть, это плоть», сказал Иисус. Поэтому он должен был покрыть весь спектр, поскольку проклятие было во всем спектре. Для того, чтобы стать проклятием за нас, он не мог стать проклятием физически и не стать проклятием духовно, поскольку оно затронуло весь спектр существования человека. Так что он должен был взять все это. Он был отделен от Бога, но... Он был отделен верой, а не страхом. Он сделал это как акт послушания и жертву. То, что сделал Адам, было чистейшим актом измены. Аминь. Иисус стал послушен смерти, этим самым полностью ее победив. И мы говорили об этом. Но в Своем воскресении Он является воскресшим духом, душой и телом. Аминь. Разве Его тело сегодня не живо? И есть ли на нем и сегодня шрамы? Да. Фома вложил свой палец в раны на руках Иисуса. И Он воссоединился после того, как был мертв. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у... Слава Богу! ... И стал Господом нового вида человека. человека, возрожденного человека. Мы сонаследники с Ним. Хорошо. Когда вы соединены с Ним Словом Божьим, ваш дух был пересотворен во Христе Иисусе. Вы соединены с Отцом. У вас есть все, что есть у Иисуса, или когда-либо будет. Вы сонаследник с Ним. Он воскрес с прославленным телом, и у вас оно тоже будет. Вы не получили его сразу же, как только родились выше. Только лишь потому, что вы были нужны Иисусу здесь, чтобы свидетельствовать в этом плотском теле. Если бы вы облеклись в это прославленное тело, вам бы пришлось сделать то же самое, что сделал он. Вам бы пришлось уйти. Аминь. Хорошо. Мы сейчас в хорошем месте. Давайте вернемся к 15 стиху 8 главы, послания к римлянам. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же помазанному и его помазанию. Аминь. Аллилуйя. Взывая. «Ава, Отче». Как вы так взываете? Я начал так взывать. Я начал восклицать. «Боже мой! У меня есть Отец. У меня есть Отец. Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Он любит меня всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей, всеми финансами своими и всем богатством небес. Слава Богу! Мой Папа любит меня, и Он богат, 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 богат. Он мой Отец. Он обеспечил мое исцеление. Он обеспечил меня. И что со мной происходит, когда я это делаю? Я возгреваю дар Божий, который внутри меня. Говорю вам, вы не можете его возгревать, говоря, «О, да, у меня есть Отец, но я не знаю, почему Он ничего для меня не делает». Говоря таким образом, вы будете возгревать что-то другое. Аминь. Взывая, «Боже мой! Он любит меня!» Аллилуйя. Я вам здесь что-то описываю. Я описываю, что Бог уже привел в действие. Итак, мы взываем. «У меня есть Отец, Иисус, мой брат по крови». Аминь. Он мой брат по крови. Я по завету принят в самую могущественную семью во Вселенной. Поймите это вместе со мной. Хорошо, еще раз откройте третью главу послания к Эфесянам. Религия считает, что мы молимся, и тогда высвобождается сила свыше. Если Бог ее не высвободит, тогда она просто не придет. «Ну, наверное, мне придется придумать, как сделать это как-то по-другому». Затем это порождает эту форму благочестия, силы же его отрекающейся, от которой мы должны удаляться. И вы говорите, «Ну, знаете, да, я верю, что Иисус мой целитель, но я лучше запишусь на прием к врачу на тот случай, если он меня не исцелит». Ко мне однажды подошел один человек и сказал, «Брат Копланд, я так рад». Я спросил, «И чему вы так рады?» Он сказал, «Я так рад. Один бизнесмен дал мне аккредитив. Я просто положил эту бумагу в ящик своего стола. Если мне в каком-то месяце не будет хватать денег, мне всего лишь нужно на основании этой бумаги выписать чек на недостающую сумму». Сказал, «Неужели?» «Да. Разве это не здорово?» Я сказал, «Ну, наверное, здорово, но в ящике моего стола у меня лежит бумага, которую дал мне богатый еврей. Она называется «Послание к филиппийцам 4.19». Я сказал, «Пусть та бумага лежит в ящике вашего стола. Я не хочу, чтобы она лежала в ящике моего стола. Я хочу, чтобы в ящике моего стола лежало вот это. И это гарантированно. Ваша бумага сильна лишь настолько, насколько силен тот бизнесмен, давший ее вам. А он на следующей неделе может и обанкротиться. Но тот, кто финансирует меня, никогда не обанкротится. Аминь!» Он ответил, «Я знал, что вы скажете что-то в этом роде». Аминь! Итак, мы молимся, и Бог посылает сюда силу. «О, Боже! Пошли сейчас силу! Пошли сейчас силу! О, Господь!» Нет. Сила пришла сюда в день Пятидесятницы. И он никуда не уходил. Он не собирается уходить. Поэтому, что значит верить? Вера приходит от слышания. Ослышание от слова Божьего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будит ему, что не скажет». Другими словами, эта вера сдвинет эту гору. Но затем в 25 стихе 11 главы Евангелия от Марка говорится, «И когда стоите на молитве, прощайте». Почему? Потому что непрощение ослабляет веру и приведет ее в состояние бессилия. Аминь. Вера может потерпеть поражение. Любовь никогда не терпит поражение. Но вера действует любовью. Помните, что Иисус сказал Петру прямо перед своим уходом? Перед своим уходом на крест. Он сказал, «Петр, я молюсь, чтобы не оскудела, не потерпела поражение, вера твоя». По сути, терпела поражение не вера. Он приводил веру к поражению. Все, что требует пищи, без пищи становится слабым и не может выполнять то, для чего оно предназначено. Разве не так? Бог сотворил вас таким образом, что вам нужна физическая пища. Он сотворил вас таким образом, что вам нужно умственное питание. Когда вы едите физическую пищу, вы производите физическую силу. Она так и называется, физическая сила. Вера – это духовная сила, высвобождаемая из вас. То, кто в вас, а не где-то еще, больше. То, кто в вас, больше. Любовь Божья в вас, вера Божья в вас, праведность в вас, все плоды Духа в вас. Помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас сейчас. Оно в вас сейчас. Оно в вас сейчас. Не позволяйте сомнению, неверию, любой другой форме страха или беспокойства калечить эти духовные силы. Это в вас. Сила для исцеления вашего тела находится в вас. И она выйдет из вас в ваше тело. Все деньги, которые вам когда-либо понадобятся, находятся внутри вас. Вот что значит верить. И когда вы начинаете верить, что вы получаете, и ваша вера слаба, не тратьте много времени на то, чтобы плакать, стонать и причитать. Уединитесь где-то, возьмите эти кассеты и начните слушать их снова, снова и снова. Ну, брат Коплант, у меня нет времени это делать. Что ж, идите к врачу. Вы что-нибудь из этого вынесли для себя сегодня? Встаньте и воскликните Господу. И скажите, тот, кто во мне, больше того, кто в мире, во мне тот, кто больше, он во мне. Ему не нужно ниоткуда приходить. Я принимаю это. Я принимаю это. И вот как нужно молиться. Не молиться. О, Иисус, приди и прикоснись к моему телу. Нет, 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 нет. Это молитва. В третьей главе послания к Ефесянам, с 14 по 17 стихи, он сказал молиться. «Господь, дай мне укрепиться Духом Святым в моем внутреннем человеке. Я укоренен и утвержден в любви. Я верю, что получаю мудрость Твоей широты, Твоей долготы, Твоей глубины, Твоей высоты, чтобы мне иметь близкие отношения с Тобой. Я принимаю укрепление моего внутреннего человека. Я принимаю исцеляющую силу. Я принимаю финансовую силу. Я принимаю помазание. Я принимаю эту силу. Я принимаю эту силу». Нет особого смысла вам пытаться делать что-то другое, пока вы не утвердите это. Почему? Потому что это внутри вас. Вот что значит верить. Есть место в Боге, где оружие воинствования вашего не плотские, но сильные Богом. Сильные Богом. Эта сила начинает подниматься внутри вас. И сатане придется убраться, поскольку он не может с этим справиться. Слава Богу!